Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий многоуровневый вопрос. Слушала объяснение на вашем портале об умерших душах, и все говорят о том, что души внутри одного рода после смерти встретятся. Возможно, не исключено. В связи с этим хотела бы узнать, встреча эта имеется в виду абсолютно со всеми усопшими членами рода до седьмого колена. Даже с теми, кто пребывает в аду, ну, если вы будете в аду, то с ними тоже повидаетесь. Хотя ад как раз то состояние души, в котором тебе до других дела нет, когда действительно ад — это другие. Рай общежития, общежитие, Царство Божие. А ад — одиночные камеры. И тебе в этих одиночных камерах лучше, нежели в общежитии, где Господь простил тех, кого не можешь простить ты. Ад заперт изнутри, друзья мои. Так что, может быть, встретитесь с теми, кто в аду, если сами туда попадете. Ну, дальше больше. Слышал объяснение, что вымолить грехи сродников, чтобы им выйти из ада, практически невозможно. Слушайте, я не знаю, где это вы читали, где это вы слышали, кто вам такое вообще смог сказать. Иначе зачем бы тогда вообще мы молились об усопших душах, если был бы шанс даже на один процент, что в каких-то ситуациях это совершенно бесполезно. Не бывает бесполезной любви. Любовь всегда что-нибудь доделает. А ведь молитва, милость — это проявление деятельной любви к нашим усопшим родным. Поэтому можно вымолить, но само это слово плохое, потому что нельзя вымолить у Бога, как у турецкого султана. Тут никого мы не вымаливаем, мы просто молимся, мы просто любовь умножаем в мире земном в таких объемах, чтобы она доставала и до мира загробного. Поэтому можно и нужно молиться о всех наших родных. Не так, как в некоторых специфических обителях пишут на православных выставках вымаливание усопших до седьмого колена. Здесь попахивает манипуляция религиозной таким открытым магизмом. Вот так это точно не работает. И дальше. Если есть души в роду, находящиеся где-то вне ада, а другие в аду, то как мы когда-то встретимся? Душам разрешается одним спускаться, другим подниматься? Вот оканчивается вопрос. Вот я вижу, что человек вопрошающий убежден, что он, вероятно, будет в раю и сильно переживает о том, как же она будет общаться с людьми, с родными, которые в аду. Хороший вопрос, и на него даже ответа толком нет. Потому что на вопрос о том, как же будут чувствовать себя души людей, находящихся в царстве Божьем, зная, что души их родных находятся в аду, ответа нет. Ну, разве только ответ в стиле, что они будут полностью удовлетворены судом Божьим по отношению к тем, кто в царство Божье не попал. То есть такое абсолютное принятие всего того, что произошло со всеми. Ну, пусть будет так. Что можно еще добавить? Что души из ада в рай не путешествуют, из рая в ад тоже не путешествуют. Это очень хорошо описано в книге Клайвы Стейплаза Льюиса «Расторжение брака». Именно вот от возможности таких путешествий. Прочитайте обязательно. Очень рекомендую. о том, почему люди из ада не хотят выходить, даже имея возможность подобную. Во всяком случае, в своем большинстве. Это художественная литература, не догматическая. Но, я думаю, вам станет понятно, почему мы в первую очередь говорим о том, что ад — это не место, а состояние души. И почему так важно душу свою настроить на любовь к людям и ближним и борьбу со грехом, чтобы успеть это все осуществить до нашей смерти. Так что, если вы услышали, что мы встретимся со всеми всеми нашими родными, то, возможно, все-таки речь идет о тех родных, с которыми вы будете единодушны. Если будете единодушны с богоборцами, то увидите всех их. А если будете единодушны с боголюбцами, то увидите всех их. Желаю вам участи вторых, быть одесную Бога Отца, и до вашей с нами смерти усердно молиться о всех тех, кто по толиной причине сейчас Господом быть не может. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok